На развернувшийся в соцсетях скандал очень быстро отреагировал Аким Города. Ермагомед Буликбаев прибыл на место подрезки деревьев. Ирина Вобещевич с подробностями. А телефон позвонки у меня дома нет. Можешь думать, что я работаю до 18 минут. Если два апреля, то завтра больше семьи туда не приезжают. На развернувшийся в социальных сетях скандал очень быстро отреагировал Аким Города. Он сразу выехал на место. Ждали предпринимательницу рядом с торговым объектом, где произошла подрезка. Полицейские представили рапорт, где в качестве пояснения обосновывалось, что деревья мешали и были опасны для передвижения людей. Сама предпринимательница заявила, что не приедет, так как не в городе. О том, что за деревьями надо следить и осуществлять обрезку, чтобы они не умирали в результате того, что после порыва ветра оказались завалены. Чтобы очередная ветка не превратила в груду металла чье-то авто или того хуже не накрыла с собой прохожего, чтобы не обрывались провода в конце концов. Но у нас подрезка происходит своеобразно. Делают ее мало где, а там, где руки все же изредка добираются, то стараются сразу и надолго пилить под полный ноль. Да к тому же без соблюдения сроков деревья формируют в период покоя, поздней осенью или перед началом вегетации. Чем руководствовался предприниматель, решивший перед своим торговым объектом начать обрезку деревьев в начале третьего месяца лета, не поддается логическому объяснению. 14 деревьев, расположенных на городской территории вдоль дороги и образующих единую композицию с остальными деревьями, были просто исковерканы. Это все равно, что в парикмахерской остригли бы половину челки. Может быть, с этими деревьями завтра то же самое будет. Но хочется выйти в зеленый город. А вот эти вот скелетики я, конечно, не понимаю. Еще одно дерево пострадало ближе к торговому центру, еще несколько на укромном, но всем известном пятачке на торговой тропе. Аким города сделал заявление. Сегодня в городе произошло резонансное событие, связанное с подрезкой этих деревьев. К сожалению, руководитель или владелец этого торгового центра, Борисенко Анжелика Анатольевна, она подрезала таким образом, что нарушив все нормы, связанные с подрезкой этих деревьев. В отношении нее будут приняты соответствующие меры. Завтра мы ее пригласим. К сожалению, я его сегодня приглашал на это место, она не приехала, чтобы обговорить эту ситуацию. В отношении района Акимата, который контролирует эту работу, в данном случае исполнительница, она будет освобождена от занимаемой должности. В отношении других руководителей, завтра же будет проведено служебное расследование. И мы объявим о принятых мерах. Я хочу еще раз обратиться к нашим предпринимателям, что такая подрезка, которую осуществляют иногда наши предприниматели, она не соответствует всем нормам, которые прописаны в нормативных актах. Я прошу, чтобы они соблюдали эти нормы. Спасибо. Предприниматель вместо заявленной обрезки, по сути дела, оголела с помощью подрядной организации, которую не проконтролировали представители Акимата, обзор к своему объекту, не понимая, что оляпистые, выполненные в разнобой вывески, выглядят неприглядно на торговом объекте и никак не красят, а уродуют одну из главных площадей города областного значения. Деревья спасали эту ситуацию. Теперь властям впору заставит предпринимателя привести здание в порядок, что и требовал прежний Акимобласти Ерлан Кашанов, а также нынешний Женец Косымбек. Не, ну как можно было так обрезать? Как так можно было обрезать? Ну, хорошо говорите. Нет, так дело не проводится. Дело в действиях. Не случилось у нас это действие. Мы принесли, мы обрежем, мы обрежем, мы сейчас будем ухаживать. Я буду в полиции, чтобы это все решили. Во-первых, деревья посадят и просите извинения. В цели мы обязуемся высадить то количество деревьев, которые нам скажут, в том месте, где это будет указано, и обязуемся за ними ухаживать до полного их проживания. И за этими деревьями, которые мы вчера тронировали, также будем ухаживать и наблюдать за их молодыми побегами. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и моральные волнения. Ирина Вобещевич, Наталья Заяц, 5 канал. Продолжение следует...